Продолжение следует... 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 нет недостатка военных знаний о всевозможной порочности и невежества военные знания сколько угодно от поражения однако в антической она была чем-то естественным и опыт имел каждый эллин поэтому она могла выступать не только общественно-политической и моральной проблем но и сферах куда черпались по образы аналогии метафоры поясняющие мысли участников патрульских диалог эти случайные сознательные ссылки на реалии военного дела тем более цены что оценки что оставлено не учителем тактического искусства а обывателем правда очень наблюдательным и думчивым их там и раз начнем с наиболее очевидного примера оценки платона военного искусства связь фигуры и учителя сократа в диалоге пир я не буду пересказывать зачитывать известное место где сократ восхищая алкириат восхищается мужеством своего учителя сократа как минимум два же на поле боя проявившимся на глазах полки эти два события это два события архидамовой войны или первого периода делопонезского знаменитого конфликта сократ вас жизнь алкириаду халкидики имеется ввиду компании 432 429 годов до нашей античной историки рассказывает нам о двух битвах во время которых могло произойти это событие если принять в качестве даты рождения у тебя до 451 50 года до нашей то к началу экспедиции из патидея собственные кампании в халкидике и палкидике это полосков на севере и гейского моря по тебе этот самый город которого стал против афинин что стало одной из причин или поводов до панельской войне то под стены патидея самого начала этой кампании вряд ли мог оказаться алкириар потому как ему было слишком мало лет как правило афини не отправляли до окончания службы в эффектах молодых людей на поле брани по крайней мере так сообщает целый ряд античных историков соответственно в четыреста тридцать первом 431 годах до нашей эры когда дошло первое открытое столкновение под стенами патидея это это столкновение вряд ли могло быть то есть том с тем событием когда сократ спасает жизни честь алкевиара подкрепление под стены патидея прибыли в четыреста тридцатом году четырехтысячный контингент афинин попытался внести перелом в ход осады длительно измучивших всех однако корабли привезли с собой чуму ту самую знаменитую афинскую чуму поэтому в течение короткого времени умерло полторы тысячи человек и афинини были вы вынуждены от плыть назад правда как едет говорит что под стены патидея осталось прежние войска однако эта фраза может означать не состав осадного корпуса его численность или на кораблях подкреплениями алкевиата мог прибыть в действующей армии зимой 30-30 29 годов патидея где голод вызвал самый настоящий каннибализм наконец капитулиров в конце весной 329 года освободившиеся части осадного корпуса совершили вылазку землю быть теевых алкидят союзных союзных спортом на и был панельская война это уже прямая война между афинами и спартом в лиц города спартов они столкнулись с отрядами противника афинские гормиты прогнали врага но конец или вооруженная потерпели неудачку в результате гормиты афинские оказались беспомощны перед неприятельственными пельтастами и садинками пельтасты это род такой более или менее легко вооруженной пехоты в том числе вооруженные метательными опьями на завершающем этапе сражения халкидской конец обратил афинин в бегство и некоторое время в этой ситуации алкидят вполне мог получить рану а сократ принять проявить героизм и вынести его с поля боя вскоре после неудачного дела при спартоле афинские гормиты вернулись в афины и мы видим в самом начале диалога хармит вернувшегося из алкидики сократа рассказывающего афининам подробности этого этого дела то что рада получила кирида не сократ как говорится об этом в пире может быть объяснено не только безродностью сократа как это делает волки и в современных армиях существует традиции награждать за пролитую кровь а события при патидея к тому же стали первым опытом участия алкивиадов боевых действий что касается спасения раненого его оружия этот поступок не был чем-то исключительно мантичной арки он вполне соответствовал эпической этике напомним как часто гомер рассказывает нам о схватках за тело или оружие поверженного героя именно за оставление экипажей погибших кораблей посреди моря будут осуждены афинские наварки после битвы при аргенузских островах четыре седьмом году до нашей утери оружие во время отступления было признаком трусости и сократ позволил у кириаду сохранить безупречность своей репутации следующий второй эпизод упоминаемые слова это сражение пределье 424 год до нашей эры который закончился для афинин катастрофой разгром афинской армии оказался вызван неожиданным ударом фиванской конницы в тыл успешно наступавшему правом крылу противник этот любитель военной истории я ничего нового лишь не говорю афинский стратегий гиппократов как утратил контроль над армией что только способствовал панике и детстве алгеря отступление афиня на время которого они внесли самые тяжелые потери он совершенно верно замечает преследователь нападают на бегущих они на тех кто подобно сократа его спутнику лохету демонстрирует что способны постоять за себя отмечу что сократ и лохет были пешими а алкевиат служил в коннице скорее всего кириад оказался рядом с учителем не один если у сопрошла группа всадников то горделивое отступление сократа вполне правдоподобно кстати в эллинистическую эпоху это отступление обрастет дополнительными подробностями например откровением благодаря которому сократ и афинине что пошли вместе с ним выбрали во время отступления безопасную дорогу на другой остальных нагнали фиванцы побили и заплатили чего-то особо оригинального в проповеди платона множество и взаимодорочки нет ну вот на примере сократа мужество и взаимодорочки и то и другое с необходимостью должны быть присущи древнему воину особенно сражающему строю фаланги когда его поведение зависла судьба соседей стоит однако достойное поведение сократа на поле боя только прям было к тому каким должно быть согласно платона настоящее воинское искусство кратко коснемся известной военно-воспитательной доктрины представлены государстве политики во первых здесь вводятся нормы правильной войны если уж подобается его при приходится воевать эллину против эллина победитель не должен порабощать побежденных вот это вот идея из государства хорошо контрастирует с из изображением платона в диалоге минексен поведение персов которые после захвата эритрии на острове любви в 490 году до нашей обыскали всю землю побежденных дабы никто не смог укрыться под даже в рабство слушайте представьте как они это сделали делали перс это следующим образом подступив к пределам страны эритрийцев воины взявшись за руки образовали цепочку протянувшуюся от моря до моря и прочесали всю страну далее необходимо в случае войны эллинов против эллинов запретить грабеж убитых и ранних на поле боя отказаться от посвящения в храм оружие убитых эллинов прекратить разорение хора то есть страны поврежденного полиса ограничиться лишь реквизиции годящего рожая и как не больше много говорится о гимнастическом и мусическом воспитании стража и дело государства о способах сплотить воинское сословие в которых явно видно влияние легендарных критской спартанской традиции мы по крайней мере как и воспринимал латон мы не говорим сейчас об их аутентичности латона не слишком интересует военное дело как таковое хотя он признается в политике наличие отдельной науки для военного дела зато он постоянно заботится о воспитании души из готовые к войне души обладающие знанием и мужеством способны совершить нечто великое детей которым предназначено пополнить число стражей следует приводить на поле боя и позволять им наблюдать сражение но с безопасным удалением это как детей которые будут потом фанатами зенита надо приводить но не на стадион а издалека позволяет им смотреть на происходящее там в совмещении с прилиц с привитием чувства локтя идеальные законодатели и правители взращивают как говорит платон законных две причины победы отвагу без неприятелям и страх зло и стыда перед друзьями но чисто тиртеевский спартанский принцип добавление к этому платон всячески рекомендует должную пропорцию смешения мужественных и разумных душ наилучшем государстве так как в случае превалирования мужественных она может быть жертвой вражды других могущественных властителей диалог политики хочется спросить не имеет ли платон в виду в данном случае даже не спарту ну собственно закат который это постепенно наблюдал афимы четвертого века которые как раз на его глазах пережили период бурного расцвета и военной гегемонии в элладе обернувшийся всеобщей враждой к ним даже непременимые враги афина и спарта объединились в антифиланская коалиция и утратой могущества если так то эти слова оказались действительно пророческими вспомним о разрушении фиф александр македонский речи перечислены выше примеры рекомендации платона по воспитанию воинов и ведения военность очевидностью приводит в предположение о том что идеальным образом воинского строя платон считал гоплинский а сражение представлял как честное столкновение фаланг где каждый из вратников одновременно являлся гражданином своего города как и потом государственных лиц выбирает лишь из тех кто носят оружие перед глазами потом настоят образцы не только непобедимых в пятом веке до наших испартанцев но и афинская фаланга времен мильтиада и аристида герои битв при марафоне и платы законов ответ на слова клиния мы критяне считаем что морская битва или против варваров и соломини спасла и ладу афининин персонаж этого диалога отвечает да так считает большинство релина фаворов замечу что афинии в этой битве сыграли решающего да так считает большинство релина фаворов но мы я вот и медил думаем мой друг что спасение голода положила начало сухопутной битвы при марафоне а завершением его было битва при плате сухопутное сражение а понижение причине статус причин понижение о чем понижение статуса сражения при соломини нам еще предстоит поговорить связь общей оценкой зрелым платоном морского дела пока что отметим афинская фаланга при марафоне и платы гола примеры пластического каплицкого боя причем случае платы начали нас посла мигаться под нападение персидской конницы а затем разгромила равные по габлицким навыкам филанский контингент то есть могла действовать успешно одинаково совершенно разные боевые обстановки габлицкое сражение согласно платона освещено самой богини покровительницы его города в тиме я вспоминая легендарных афинов времен войны с атлантидой египетский информатор салона говорит наши воины несут щиты и копья этот род оружия дарован богини и мы первыми стали использовать его в азии как вы на финии ваших стран любящие брони и мудрость дочь секса специально взрастила афинин земле где родятся люди знающие толки войне и философии отказ от ее завета в том числе от классического каплицкого боя любит не просто неразумием на самом настоящем религиозном нечестие нет ничего удивительного в том что военная инновация запреснувший афинскую армию времен был панельской войны и после нее потом не нравится выделим основные объекты у критики и новые виды вооружения и способа индивидуального боя второе наемничество третье увлечение морским могуществом ну как нельзя не лучше характеризует отношение платона к новациям военном деле наверное наиболее часто встречающиеся в разного рода книгах по военному делу в античности которые такие у кого автор таки доходят руки до платона до анекдота так называемым алебарди стесилай это ну известный из других источников военный деятель а также воспитатель каплицкого боя афинский 4 века до нашей эры реальная историческая фигура анекдот о нем рассказывается в диалоге лакер я с вашего позволения остановлюсь немножко на этом оружии на совсем немного я перевел как алебарду греческое слово дворе требовало переводе классическим античным называется серповидное копье что сделал стесилай привязал к нежному длинному копью сер ну вот судя по ее употреблению все-таки употреблялась это оружие именно как алебарда поэтому я позволил себе поступить так как по этому меча не по моему немцы насколько я помню в любом случае перевод приблизительно это не кого-то эксперимент с вооружением соответственно главным судя по описанию платона оказывалась вынесенная на длинные рукояти лезвие действующий как изогнутый меч или топор стесилай пытался использовать его морском сражении когда афинский боевой корабль напал на торговое судно противника поскольку торговое судно противника шло под парусом и скорость развивала ведь ему больше чем афинская боевая три года он попытался перерубить свои алебарды канады крепящие парус вражеского корабля это приятель за предприятие закончилась конфузом пока он так сражался копье его зацепило за снасти чужого корабля и застрял стесилай потянулся чтобы его вытащить но не смог тем временем чужой корабль стал проходить мимо нашего повлекса гость на села и представьте солдаты держащемуся за алебарды бегущего в борту корабля за чужим послилась на села и по плату на покраники она стала постепенно выскальзывать у него из рук на ему еще удавалось оплатиться за его самый крайний нижний конец сколько же было смеху и шуму на грузовом судне из-за его вида соратные стали драться и стали смеяться а когда один из тех моряков бросил на палубу ему под ноги как под ноги камень и он пустил копье то уже и те что находились на триере не могли удержаться в смех виде как пресловутая оливарда раскачивается в словом суде лакет называет этот фитронный замысел стесилая таким вот мудрствование собственно который может указывать на софисман который указывает на софистический то есть искусственный тип ухищрения изобретать сразу эти штуки скептицизм платона это алибарда не затерялась в античной военно-морской истории строгон рассказывает что при помощи таких алибард файл флотиде юлия цезаря одержала победу над шедшим под курсами кораблями кельтского племени винятов что собственно сказывается гай юлий цезарь своих записках о гайской войне желающие могут посчитать как использовались эти это оружие в морском лесу второй аспект истории рассказанный лакетом касается того что засевали одним из мастеров обучающих индивидуальному бою в каплицком вооружении индивидуально будет каплицком вооружении я акцентирую внимание на этом слове студия по словам плотона во времена пелопонезской войны таких было много пакет сообщает с немалым числом подобных людей сталкивался я другой пример наставник индивидуального боя братья и в т.д. и дианисадор из диалога и в т.д. сам начале этого диалога сократ аттестует братьях как истинных многоборцев которые расходят самых знаменитых атлетов тем что учат одержит победы и в узных схватках и в поединках тяжелого вооружения знаменитый афинский статья некий приводит в лафете аргументы в пользу мастерства в индивидуальном бою некий историческая и одна из важнейших в гору истории и военной истории того времени афин тело непременно становится крепче от этих тренировок величайших же от этого польза бывает когда когда ряды воинов расстраиваются и уже надо сражаться один на один либо разручил преследовать только защищается либо народ убегая обороняться того как он тебя нападает кроме того знание это возбуждает стремление и в другой прекрасной науки и всякий обучившись сражаться в тяжелом вооружении должен стремиться к следующим за этим знанием знакомство с боевым строя обретя это знание и алка и алка и в этом алка и в этом деле почести он устремится ко всем тонкостям искусства стратегии наука это придает мужу прекрасно сам как раз тогда когда ему нужно казаться старым его при этом он и врагам благодаря своей стартности кажется более страшным это немножко напоминает эти логику дартаньяна атоса красивых воинов 17 века рассуждение их и кажется вполне аналогично между тем молодой человек во время своей военной карьеры проходит три ступени обучения индивидуальной коллективных команд все были понятны просто двигались от частного к общему но для платона индивидуальное обучение противоречит коллективизму или его рубра наступает в агент ну собственно стали в сущности стесила ему подобных один ряд софистами как замечает целый ряд современных исследователей он говорит если это наука и те кто выдают это за нее вводят на заблуждение и если наука но не очень серьезно чем не изучать ну и здесь приводится проект традиционный аргумент от спартанцев стесила и ни разу не был спарте туда уж им ездить как не спартанцы начать их этому делаю спартанцев это не надо значит чему-то он не дому учить афига вот а спартанцы занимаются подготовкой чительно только с губой действительно строю фаланги так получается при всей иронии платона свидетельство лохета и ифтидерма демонстрирует что греческом общественном мнении конца пятого первой половине четвертого века до нашей эры статус индивидуально сильного бойца повышается слава и слова никия явно повторяют аргументы сторонников этого вида военной подготовки опиравшиеся на новые реалии поля боя вместе тем происходит определенное возрождение эпического идеала гомеровские герои именно индивидуально сильные бойцы а их подвиги представляет собой череду побед в поединках с подобными себе гомера как указывает ксенофон по-прежнему или вновь читают читают все вытесненные в шестом пятом веках до нашей эры и диалоги гражданского коллектива восхищение победами отдельных бойцов возвращается отмечу что это вот место о котором я говорил из лакета из диалога лакет является одним из мест активно обсуждаемых восьмидесятых девяностых и двухтысячных годах современными историками античности историками военного дела на тему природы самого гоплитского боя но я только на вещи сама эта проблема требует совершенно отдельного изучения и привлечения совершенно других специалистов воспринимается это традиционное восприятие гоплитского боя как толкание щитами в котором мы массированность этого толкания под поджатие стран задних рядов начинается с 50-х годов начинает оспариваться и на эту тему приводится к этому разного рода аргументы вот видите некий говорит приходится биться в разряженном строю приводится аргументы из четвертого века что в общем-то является некого рода модернизация микро ситуации пятого века нашей эры то есть эта тема обсуждается сейчас достаточно много я только отмечу одну методологический момент со всех работах которых я встречался с такого рода обсуждения я с вашего позволения отнесу себя каким к умеренным сторонникам классического представления просто толкание щитами это конечно преувеличение да но тем не менее вот этот массированность и самое главное плотность ряда играл куда можно всякую кожу более важный роль чем некоторые товарищи иногда называть еретиками от гоплитского дела о которых нам говорят сейчас вот методический только момент я отвечу что вот во всех практических работах которые мне доводилось встречать авторы пытаются объединить анализ античных текстов данных военной археологии современных практических реконструкций реалий военного дела и аргументов от здравого смысла ну например греции больше пить ему минут в панцире не выдержит все эти аргументы имеют конечно свою силу нужно прояснить валидность оправданность этих аргументов как каждом конкретном случае но так или иначе сама проблема индивидуального боя возникает потом то ведь следующий момент наемники не тридцать не традиционная значит с точки зрения платона неправильные способы ведения военных действий связаны с наемничеством по платону повторяю по платону связан с наемничеством диалоги театет который ну диалоги театет есть сравнение софиста с воином наймитом и тысячи других вопросов какой-нибудь наемный бельтаст искушенный в речах метнет в тебя из осады совсем не каплицкий вид боя да ведет тебя из насады как только достанешь утверждать что знание ощущение одно и то же наемничество то есть обучение зарплату черта софистов черта софистов которые роднят их с наемниками пельтастами неудачную попытку афинский габритов справиться с пельтастами мы уже видели на примере дела при спарторе в котором участвовал сократ еще одна известная акция этого рода стало отражение на острове сфактерия на этот раз пострадали брата спартанцы неправильные военные обычаи пельтастов уже хорошо известны к моменту написания патоновских диалогов и даже приспособлены спартанским целем агесиловым отчасти по крайней мере к реалиям своей армии становится аналогом неправильных действий лжеименного мудреца то есть софиста для патона становится аналогом как мы видели выше согласно потом и воином должен быть гражданин наемник не являясь гражданином занимает ее место на поле боя получать за это плату и разрушая основы общественного строя законах на примере персов потом демонстрирует что развитие наемничество связано с утратой гражданской свободы хотя бы то ее части которая была персов при кире древнем получившие благодаря завоеваниям огромное богатство перс ограничили свободу и свою и завоеванных народов автомате не хотят отражаться и все их бесчисленные ради оказываются непригодны для войны и тогда словно от нетватки населения они продолжают наемников думаю достичь спасения при помощи чужеземцев на помню какое столь большое количество эллинов служила в персидское в то время поскольку потом был свидетельем того что на преследскую службу поступает наемники после белопонезской войны возможно тут иронизирует и над ксенофонтом его знаменитыми 10 тысяч возможно связи с тем и воинов-наемников интересно определение платоном наемных работников из государств диалог государства они не обладают должным разумением и не достойны общения настоящих граждан зато наделены большой физической силой годы для тяжелых работ и продают ее за день таким образом замена гражданина в городском ополчении наемникам для платона могла означать девальвацию ценности военной службы в глазах его современников она начинает приравниваться к тяжелой неквалифицированной работе что грозит резким снижением уровня военного дела напомню вам образы наемников из римских комедий например да лавк наемник как раз вот такой огромный здоровый туповатый мужчина от которым все насмехаются хвастливы еще не обещал наемничество также привык неуправляемости армии служащие исключительно заплату окончательный приговор к плохому наемничеству поделась уделяю плохое бывшие хорошие платону есть много окончательный приговор к плохому наемничеству звучит 9 книг государства рассказывая о тиранической то есть низшей по всем нравственным и политическим параметрам душе сократ утверждает что когда в городе таких тиранических граждан совсем немного они не могут усидеть рядом с более здоровыми соседями и уезжают здоровыми смысле здоровья души и уезжают занимая нанимаясь копьеносцами то есть телохранительных тиран или становится наемниками связь наемничество и тиранической души были однозначно но впрочем как я уже подмену вам да платон не был бы платоном если бы в одном закону 7 книга наемные учителя военного дела не появились бы и у него но уже в ином контексте более позитивно рассказывая о том каким образом будет организовано в идеальном государстве воспитание молодых людей он говорит что законодатель обязательно позаботиться об устроении школ где наемные учителя и числа оседленных чешеземцев будут обучать приходящих учеников всем военным наукам и мусическому искусству наемные значит работающие за плату но ведь в отличие от военных наемников государства тех же законов эти передают что-то ценное так вроде ничем не ценами занимаются противоречием изложенных выше суждениях потом разрешается видимо достаточно просто граждан идеального полиса в диалоге законы занята прежде всего самосовершенствованием гражданское общество в законах этого рода коллективное моральное самосознание которое направлено именно на само себя а это и есть политика в высшем смысле данного слова они на экономическую деятельность воре этому они избегают стяжательства лжи паспатильной краски так далее все остальные нужды все остальные нужды удовлетворяется трудом рабов и натурализованных чужеземцев которые в том числе выступают общественными учителями получающим за свой труд плата государства но не становясь полноправными граждан вместе с тем армия данного государства состоит из граждан чем моральное совершенствование происходит параллельно с мистическими войнами таким образом замещение гражданского оплачения на нем честном контексте законов невозможно 3 скептическое отношение платона к москву еде морской силе и морскому делу здесь нужно сразу вспомнить наши замечательные геополитику двадцатого века с изучением морских ли не морских типов цивилизации известно хорошо хотя сократ его диалога неоднократно обращается к образам корабля символ поле своем салона корабельщика к привлеждения как неким примером позволяющим разобраться в понятиях более высокого уровня абстракции увеличение таласа сократии то есть властью над морем по его мнению стал одной из причин заката афинского могущества не забудем что политические концепции платона государства больше степени законно демонстрирует нам город ориентированно на традиционный землянический флаг а и на морской торговый империализм доказавший по мнению нашего философа свою несостоятельность конечно для оценки военно-морского прошлого платона можно вручить некую эволюцию но в менексе не если этот текст вообще можно считать утенду идентичном платоновским пересказываем сократом нагробные речи утверждается что самый славной победы греков на дворами была битва при марафоне за ней следует соломин артемиссия это морские сражения только чем платы но закона как мы видим соломин артемиссии исключается из числа славных битв поскольку законы создавались на закате жизни творчества платона можно предположить что последний капли убедивший это же предположение моем данном случае поводивших философа официальной оценки истории своего города стала союзническая война 357 355 годов до нашей эры приведших распаду 2 афинского морского союза этого проекта возрождение толстократии времен берегу основные военные действия время данной войны происходили на море состояли в разграблении вражеских берегов высадки морских десантов морских схватков иногда садов последнее большое сражение этой войны при эмбате в 356 году закончилась неудачей и скандальным судебным процессом в афинах когда адмирал харес подал суд на двух своих наварков и фикрата и тимофея за то что они отказались исполнять его приказы в атаке противника то есть полный скандал морское дело все это очень напоминает слова платона в законах о том что морское дело приучает к частным выставкам судов которые оборачиваются поспешным возвращением на корабли при виде противника а также поиску весьма сподручных и правдоподобных предлогов при потере оружия и обращение в почетное как выражаются вступление потом отмечает что подобные выражения являются излюбленными на морской службе для подтверждения своей точки зрения платон чуть ниже ссылается даже сошлется даже на столь критикую моего учителя всей влады гомера сама специфика морского боя такова что она предполагает лавирование маневрировать а решение приняли были отказаться от него зависит от масса обстоятельств волнение на море направлении течения ветра состояние кораблей все это по мнению потом оставляет слишком много лазея для проявления трусости военно-морская тактика действий против рожеских берегов выставки небольших партий порча посевов ограбление поселений то есть пиратство было связано с невозможностью перевозить на судах достаточное число сухопутных подразделений ну марафонской экспедиции дать сартоферна патидейская пиловская сельсилийская экспедиции афинины все-таки были такими грандиозными но тем не менее исключения но для платона это не объяснение такая война приучает и участников бегства в поиску оправдания для отступления как и законах афиния так и львы научатся убегать от газели еще один документ против морского дела не ясно с того кто унес главный вклад в победу или поражение флота кто более отличился боец который брал на абортаж вражеский корабль короче грибцы их начальники пятидесятники москву и оставлять слишком много склада у которых может укрыться трус и слишком часто случаются ошибки при определении героя строение с этим событий сухопутной битвы налицо габлины сражаются на глазах своих товарищей командиров и трусы скрыть здесь не у нас и так правильный бой для платона это сухопутные сражения которые ведет по заветам марафоны и платы и составлены из габрика фаланта конечно не участвует иконница но судя по всему не должна играть какой-то определяющий это именно тот изражение которых жизни платона как раз начинает исчезать заменяясь куда более сложным многофакторным образом ведения боевых действий решены которых страну какого станут армейской операции фильм по александр македонский потом не видит перспективу военных изобретений прям идеальная войска стала с прошлым по его мнению вообще-то говоря это была дарийская армия гераклидов помните наследников геракула которая после троянской войны завоевала пелопоннес гераклиды считались лучшими правителями нежели пелопиды те которые соответственно завоевали троих затем войска это считалось превосходящим подобродетели то что пришло под троек его победив троянцев ахейцы в свою очередь были побеждены дарийцы но как и в случае персов потерявших доблесть после смерти кира великого или постепенно также утратил доблесть гераклидов и победы в преследских войнах стали последним и всплеском остается только пытаться возродить но не изобрести старинную идеальную рать который как мы видели у платона является одновременно гражданским ополчением вот выгнали еще раз что афинский солдат граблет это гражданин это нет человек который получил образование в эфире это непрофессиональный орган заключению спартанцев когда мы с вами воспринимаем описываем воображаем сражение именно гражданского ополчения они это не профессионалов наемников это с по характеру несколько другой вид боя чем бой который начинается с рассветом наемничество процветать возрождение невозможно без длительного военного воспитания внимательное чтение законов показывает что вопреки к своему традиционализму на уровне переначальной военной подготовки потом формулирует задачи которые вполне возможно является негативного цены своего времени так он довольно подробный всерьез обсуждает необходимость тренировки как право и левые руки далее обе они могли в равной степени держать оружие из его слов можно сделать вывод что внимание правой и левой руке в теле на было неравномерным левых всего лишь удерживающих то время как право действовал копьем или мечом ну можно напомнить многим наверное из коллег известное обсуждение данной темы статьи видаль на к и поменит это минон пифагореицы и проблема правого и левого фланга потом приводит в качестве примера панкратион знаменитый вид борьбы управление колесницами и то и другое искусство требует развития обеих верхних конечностей скифов которые имеют равноморозом стрелять справлю левую он убежден что проповедуем тип физического развития куда более гармоничный продуктив обучение танцем и хороводом как показывают некоторые современные исследования которые говорится в тех же законах также представлял собой одну из форм подготовки совместных движений совместных движений фаланги на поле боя еще одно из предложений платон это регулярно общие военные сборы граждан государства хотя бы на один день каждый месяц них участвуют даже дети подростки и женщины и в мобилизации женщин при необходимости удваивать силы женщины в государстве построены по заветам законов должны воспринимать себя как амазонных как пример которых платон же ссылается эти сборы напоминают лагеря для римских легионеров новобранцев они конечно однодневные были понятны но с ними или не придет столкнуться только в следующем столетии наконец обратим внимание на примечательный факт требующий видимо более глубокого анализа я уже завершаю свой доклад здесь к сожалению нет пара коллег которые бы наверное разбили эту тему может быть будущем или сегодня ты выщем более глубокого анализа с точки зрения истории тактической организации тактических приемов каплицы изделий известно что платон ограничил число граждан своего государства числом 5040 человек аргументировал это следующим образом все указанное число можно прежде всего здесь на две части затем на три по своей природе она делится последовательно и на четыре на пять и на последующие числа вплоть до десяти вот такая сакральных платоновских чисел что касается числа то всякий законодатель должен давать себе отчет в том каково число и каковы свойства числа всего удобнее для любых государств мы признаем наиболее удобным то число которое обладает наибольшим количеством последовательных делителей конечно всякое число имеет свои разнообразные делители что же 5040 имеет целых пятьдесят девять делителей последовательность от единиц до десяти это очень удобно и на войне и в мирное время для всякого рода сделок союзов налогов и распределений последняя фраза наиболее важна на войне да в контексте представления платона военном деле идеальное количество граждан оболченцев позволяет составлять самые различные подразделения комбинировать их и благодаря этому перестраивать фалангу на поле войны накажется что потом стоит лишь шаги от рассуждений ну или как бы копирует некие рассуждения античных теоретиков военного дела одной из важнейших тем для которых станет внутренняя на микро тактическом уровне структура фаланги и и возможной модификации заметим что согласно македемонской политике ксенофонта спартанский лох мы условно говоря рота состоит из 144 человек соответственно это 135 числа потом наше наше выступление не имеет своей целью закрыть тема оценки платона военного дела в его практическом выражении совместно корпус текстов платона требует дальнейших изучений с этой стороны не стоит ожидать от данного изучения какого-то целост какой-то целостной связанной концепции военного дела наше выступление Продолжение следует...